Доброе утро, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, мне хотелось сегодня поразмышлять о мнимых страхах в жизни современного общества. К чему скрывать? Мы все боимся бедности, преступников, болезней, катастроф, конца света и вечной гибели, а сегодня еще и того, что происходит рядом с нами, у южных соседей. При этом масштабы наших страхов отнюдь не соответствуют масштабам того, чего мы боимся. И часто мы забываем, забываем то, о чем говорит апостол Иоанн Богослов. Совершенная любовь изгоняет страх. Это первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 18 стих. А если сказать проще, то мы слишком часто забываем, что Господь с нами. Ведь от души же поем в храме «С нами Бог» или «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся». А в жизни, или, как принято нынче говорить, по жизни, боимся всего вышесказанного. Честно говоря, бояться есть чего. «Гибели в вечности бояться даже полагается, и каяться, и молиться о милости Божией». Но это не тот страх, не животный страх. Это страх во спасение. А вот если уж говорить о конце света, то здесь сложнее. Без страха здесь, конечно, не обойтись, но он смягчается. Смягчается размышлениями о славном втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Именно пришествием Христа, а не лихорадочными поисками, сомнительных источников, якобы сообщающих о сроках и знаках. Об этих жутких по лживости фейках, часто замешанных на полу правде или вообще несоответствующих реалии и откровенной лжи. Но давайте посмотрим с иного ракурса на мир. Сегодня мы часто слышим слово «катастрофа». В разных вариациях катастрофы. Что с ними поделаешь? Они не в нашей власти, в том числе, увы, и техногенные. Но с их реальностью полезнее просто примириться, чтобы не умирать десятки раз страшной смертью в воображении. И, наверное, ничего хорошего нет в болезнях. Говорить о неде духовно полезны человек может так говорить, если речь идет о его болезнях. А указывать корчащемуся от боли ближнему на духовные преимущества этого состояния как-то не очень по-доброму получается. Бедность. Она тоже бывает относительная. Так миллиардеру как-то горько и обидно переквалифицироваться в простые миллионеры. А кому-то нет хлеба на пропитание, а у кого-то яхту забрали. Вот и пословица сложена. У всякого свое горе. У кого щи жидкие, у кого жемчуг мелок. А если трезвым взглядом посмотреть на все увеличивающееся количество казино в нашей стране, и особенно в Стольном Граде, то становится понятным, что есть люди, которые, образно говоря, сели на эти развлечения, сели как на иглу, сели примерно как на наркотик. Но зачем сажать на такой допинг нашу молодежь в жилых районах? Все это по меньшей мере вызывает глухое недовольство и возмущение подавляющего большинства простых жителей. Но, пожалуй, хуже всего и рациональнее всего вполне разумный страх перед преступниками. Дело не в том, что любого из нас могут оскорбить, искалечить или, не дай Бог, мучительнейшим образом убить. Да, это действительно страшно. Но еще страшнее то, что сфера преступности окутана смрадом нечестия. И мы порой боимся не только за себя и за близких, но и ужасаемся той глубочайшей безнравственности, с которой рискуем соприкоснуться, а которой знаем, что она существует и, увы, распространяется в мире. И одно это нечестие, даже если оно не чревато криминальной угрозой для нас лично, повергает многих в ужас. И возникает вопрос, как жить в таком мире? И вопрос этот становится страшным еще и потому, что Господь может казнить такой мир, а мы в нем живем. На мой взгляд, хорошо бы усесться попрочнее и внимательно прочесть его от начала до конца. Второе соборное послание святого апостола Павла. Но для этого нужно особо настроить и душу, и сердце, и разум. А вот понемножку кое-что скажу. Святой апостол говорит и о предающихся пороку, и об отпадающих от веры, и о лжепророках, и о дне Господнем, когда погибнет этот мир, и о том, что мы, верующие во Христа, Сына Божия, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Это второе соборное послание апостола Петра, третья глава, 12 стих. И нам нужно думать о том, чтобы явиться пред Богом неоскверненными и непорочными в мире. Это в той же третьей главе, но уже 14 стих. От долготерпения Господа следует, по словам апостола Павла, почитать спасением. Господь не желает, чтобы люди гибли, а ждет, когда они придут к покаянию. Поэтому наше дело в таком мире не вопиять, не взывать иначе, как к молитве. А скажите, разве редко приходится слышать и произносимое, проходя призывание, кары на голове нечестивцев, сколько проклятий и нецензурщины? И что? Еще того хуже. Порицание непосредственно в адрес Создателя. Господи, как ты это терпишь? Нет, говорю, неверно. Неверное рассуждение. Прежде всего, необходимо блюсти себя. Блюсти и помнить, что праведник выполняет в мире очень важное дело. Спасает, может быть, целый народ от гибели, но не пропагандой и агитацией, не громкими обличениями, а просто фактом своего существования и своей молитвой. Здесь мне на ум приходит прискорбная история Содома, точнее, предыстория его гибели. О ней написано в книге «Бытия» в 18 главе с 20 по 33 стихи. И когда мы читаем библейские строки, то видим, что Господь склонен был оказать Содому милость по предстательству Авраама. Эпизод вот этого торга Авраама – один из самых драматичных в Ветхом Завете. Авраам просит, чтобы не были погублены праведники с нечестивыми. И Господь соглашается пощадить город, если в нем найдется 50 праведников. – это число, которое предлагает Авраам. А затем Авраам просит пощады для Содома, даже если праведников будет всего 45, потом 30, 20, 10. И Господь всякий раз соглашается. Но ведь и десяти не нашлось. Вернувшись к началу своего разговора, не думается уместным сказать, перефразируя библейский текст, что жить в Содоме можно, но так, чтобы оставаться праведником. А для этого необходимо некоторое спокойствие духа, достичь которого, увы, в наше время очень непросто. Вот и апостол Петр, говоря о единственном, милостивом исключении при гибели Содома, указывает, что Господь праведного лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Это второе послание апостола Петра, вторая глава, седьмой и восьмой стихи, потому что знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Какое неожиданное и хорошее слово – утомленный, не возмущенный, не озлобленный, даже не взволнованный был лот в Содоме, а утомленный. Конечно, от постоянного напряжения, вызванного необходимостью, именно не возмущаться, именно не озлобляться, именно не волноваться, иными словами, не ввергаться в пучину страстей. А ведь если подумать над всем сказанным серьезно, то Богу с нами ой, как непросто! Подумаем об этом. Великий пост и на дворе, и в храме, и вокруг нас. Во Рreci – Автор субтитра Автор субтитров – Е. Корректор – А. Lara mostra Продолжение следует...